Всем респект, братва! С вами Мародёр 120 Гигабайт, и в этом видео я хотел бы вам рассказать про игру, которую я очень ждал с момента анонса, но до недавнего времени она была для меня тёмной лошадкой и вызывала определённые опасения. Сегодня мы обсудим Robocop Rock City. Игры по фильмам в большинстве своём обладают довольно низким качеством и действительно стоящие можно пересчитать по пальцам одной руки. Однако в число достойных однозначно можно записать игру 2019 года под названием Terminator Resistance. Эта игра по атмосфере и сюжету намного лучше всех фильмов франшизы, которые вышли после второй части. И со мной согласны большинство игроков, которые дали игре очень положительные оценки в Стиме. Разработала Terminator Resistance польская команда Tion, которая никаких особо крупных игр до этого не делала. Однако разрабы сразу заслужили репутацию людей, которые бережно и с уважением относятся к атмосфере и канонам, заданным в классических фильмах. Сюжет в игре учитывал события первых двух частей, а тут уже в игру перекочевали многие звуки и общий визуал. В итоге мы получили лучший продукт по Terminator за 20 с лишним лет. Поэтому легко можно понять мою радость, когда те же самые разработчики 6 июля 2021 года анонсировали игру по еще одной любимой франшизе моего детства. Мрачной жизни киборга-полицейского Алекса Мёрфи, более известного как Робокоп. Первый фильм данной франшизы я считаю неповторимым шедевром, наполненным сатирой, мрачным юмором и густой атмосферой. Попытки Робокопа остаться человеком, флэшбеки из прошлого, зрелищные для того времени эффекты и великолепный культовый саундтрек. Все это делало первый фильм одним из моих самых любимых. Вторая и третья часть уже не смогли повторить подобный успех, а уж о поделках, которые выходили позже, я совсем говорить не хочу, их лучше сразу забыть. И вот с одной стороны я радовался, что разработчики, сумевшие передать атмосферу Терминатора, взялись за Робокопа. Но с другой переживал, что в этот раз у них может не получиться, как не получилось уже у многих. И увидев первые трейлеры, мои переживания только усилились. Однако на днях вышла домоверсия игры, которую я прошел полностью, и расскажу вам сейчас, какие из моих опасений подтвердились, а какие нет. Но перед этим, как всегда, самых добрых людей я попрошу умаслить злые алгоритмы Ютуба, поставить лайк под видео, если оно, конечно, вам понравилось. Ну и если вы тут первый раз и подпишетесь, это будет вообще шикарно. Ну а самых уважаемых я жду у себя в телеге, там я пощу различные игровые новости и новости моего канала, а также на твиче, где мы обязательно будем играть в эту игру, когда она выйдет. И просто мы там общаемся в онлайне, поэтому если вам интересно, подписывайтесь. А мы начинаем. Погнали. Итак, как я уже говорил, у меня были определенные опасения по поводу этой игры. Связаны они были в основном с геймплеем и ее частью. В анонсирующем трейлере 2021 года нам особо ничего не показали. Но тут оно и понятно, все же это просто анонс, где мы узнали, что игру планируют выпустить в 2023 году. Летом 2022 года появился еще один трейлер, который выглядел неплохо, но все же это был типичный трейлер. Он хоть и содержал элементы геймплея, смотрелись они не совсем естественно. Вообще вот вам мой дружеский совет, не верьте всем этим геймплейным трейлерам, которые быстрой нарезкой показывают вам геймплей, потому что с вероятностью в 90% игра на релизе будет выглядеть совершенно по-другому. Первые трейлеры показали, что игра неплохо попадает в атмосферу, к тому же для настоящих фанатов была еще одна отличная новость. Рыбако позвучивает Питер Уэллер, актер, сыгравший главного героя в первых двух частях. Но по части геймплея игра оставалась темной лошадкой еще долгое время. И вот наконец с весны этого года мы начали получать трейлеры, которые показывали геймплей более детально. И самый первый геймплейный трейлер меня очень сильно разочаровал. Игра выглядела как какая-то мобилка с автоимом. Я начал же расстраиваться, ведь после термината резистанс я возлагал на игру большие надежды. Я ждал, что смогу наконец поиграть в нормальную игру от фанатов для фанатов. А тут мне показывают вот это. Я даже пост с телеги написал, где посоветовал всем достать губозакаточные машинки, бо походу нас ждет провал. Мои ожидания сильно упали, и как будто прознав про это, в июне разрабы выпускают еще один трейлер, в этот раз целых 15 минут геймплея. Он был уже значительно лучше. Я понял, что никакого автоима в игре нет. Понял, что разрабы очень сильно пытаются в канон, и это похвально. Но я все еще видел, что враги какие-то туповаты. Что главный персонаж очень медленно ходит. Что графон далеко не такой хороший, стоит только посмотреть на лицевые анимации. В общем, у меня все еще оставались вопросики и сомнения по поводу этой игры. И вот я уже собирался сесть, писать видео форматы, что уже нас ждет. Неужели провал? Как тут разработчики за день до того, как я сажусь писать сценарий, выпускают домоверсию. И теперь я, наигравший в нее более трех часов и прошедший весь контент, могу вам рассказать наконец, что в игре хорошо, а что плохо. Но сначала сразу хочу сказать то, что я всегда говорю, когда разработчики выпускают домоверсию игры до ее релиза. Подобное решение достойно максимального респекта. Это означает, что разрабы с тобой честны и в каком-то плане даже уверены в своем продукте. То есть почти всегда это хороший знак. Давайте же пройдемся по всем основным аспектам игры и разберем, где у игры получилось, а где нет. И начать хочется с графики, так как по мне это самый спорный момент игры. С одной стороны у нас имеется неплохое освещение, которое великолепно передает атмосферу мрачного преступного Детройта. Неоновые вывески отражаются на мокром асфальте. Сирена освещает темные переулки, дым окутывает улицы города. В окружении большое количество деталей, бережно размещенных художниками. Плюс сам визуальный стиль максимально приближен к тому, что мы видели в первой части фильма. Все селускульные компьютеры, игровые автоматы, телевизоры. И в целом ловится вайп конца 80-х, начала 90-х. Это играет на руку атмосфере игры. Однако, если мы глянем на персонажей, то замечим очень скудные лицевые анимации с диким рассинхроном в диалогах. Учитывая, что в игре часто используются узнаваемые персонажи, например Энн Льюис или Сержант Уоррен Рид, иногда эффект зловещей долины выбивает из погружения. Несмотря на то, что сами модели персонажей не такие уж и плохие. Плюс графика в целом в игре какая-то мыльная. И в этом моя основная претензия к ней. Как я не копался в настройках DLSS, включал его, выключал, менял его качество, картинка все равно оставалась ужасно мыльной. Волосы персонажа смотрятся просто отвратительно, как и постоянный ребящий асфальт. Я надеюсь, что это какой-то технический баг дома версии, что там просто постоянно включен DLSS на ультопроизводительность. Поэтому картинка такая мыльная, и на релизе это можно будет как-то выключить. Однако, если мыло так и останется, то вместе с не самыми лучшими анимациями, графоний будет производить уже далеко не лучшее впечатление. И это будет очень обидно, так как атмосфера игра наваливает с лихвой. Кроме визуального стиля, для атмосферы также важен сюжет, стиль, повествование и звук. И вот с этим у игры все в порядке. Во-первых, как я уже заметил ранее, визуал отлично передает атмосферу первого фильма. Тут поляки снова подошли очень кропотливо, перенеся из фильма даже то, как выглядят бронежилеты у копов. Окружающие вас предметы, то, как внутри выглядят помещения, как выглядят улицы. Все это максимально пытается придать атмосферу полюбившегося нам фильма. Во-вторых, повествование. Демка, к сожалению, не дает прочувствовать сюжет. Нам дают лишь прикоснуться к самому его началу, буквально узнать завязку. Особо без ключевых событий. Все, что можно сказать про сюжет, это то, что его действия происходят между второй и третьей частью. Крутится он вокруг производства реализации наркотика Нюк. В городе появляется какой-то таинственный новый парень, который хочет положить баблосы в криминальный бизнес Детройта. И все банды активизируются, дабы показать ему, на что они способны, и привлечь его деньги к себе. Один из главарей банды, Пепел, очень активен в этом и захватывает телекомпанию прямо во время выпуска новостей, дабы привлечь внимание новенького. Полиция этой движухой, естественно, обеспокоена и отправляет роб разобраться с Пеплом. В общем-то, это вся завязка. Остается надеяться, что сюжет у игры будет интересным. Однако, повествование — это не только сюжет, но и то, как все подается. И тут с атмосферой все просто отлично. Мало того, что Рыбаков все еще испытывает флэшбеки из прошлого, где он вспоминает сына и жену. А это была очень важная часть атмосферы первого фильма. И тут снова у Роба хотят покопаться в мозгах, ведь подобные его подвисания могут привести к трагическим последствиям. А корпораты из OCP все еще считают его машиной и своей собственностью. Кроме всего этого, персонажи игры говорят в стиле оригинального фильма. Панки на улицах матерятся и орут, проститутки флиртуют с Роба, сержант в участке и все такой же каноничный и всем недовольный. Лоис все такая же милаха, а Роба иногда специально выдает сраные кринжовые фразы, которые звучат не очень уместно. В игре хватает фирменного и ироничного юмора. Мне попалась, например, реклама специального снотворного для детей. И подкрепляет всю эту атмосферу звук и музыка, которые снова перекочевали прямо из фильма. Шаги Роба узнаваемые, звуки стрельбы тоже, но и фирменный культовый саундтрек тоже на месте. Короче, атмосфера игра очень радует. Видно, что это действительно делали фанаты для фанатов. И все, что я могу сказать по этому поводу... Ну, то есть за 1699 рублей, что примерно и равняется 1 доллару по нынешнему курсу, нет? Теперь давайте же перейдем к тому, что меня беспокоило больше всего, а именно геймплей. И тут игра смогла меня удивить. Во-первых, перестрелки. Я думал, что стрельба в игре картонная и совершенно неинтересная. Но оказалось, что оружие приличная отдача, которую не так легко контролить. Я думал, оружия в игре мало, так как в трейлерах был только УЗИ и фирменный пистолет. Но нет, оружие врагов можно подбирать. Есть и другой пистолет, и калаш, и пулемет. И это только то, что я встретил на одной локации, которая была доступна в демке. Я думал, что противники тупые, как твои одноклассники, но тут тоже оказалось все не так просто. По ним крайне сложно попасть. Они перемещаются гораздо быстрее нашего массивного кибер-полицейского, закидывая тебя гранатами. Мы же в ответ можем кидать в них мониторы, телевизоры и других врагов. Авто АИМ, который я, как думал, видел в трейлере, оказался специальной системой шлема Робакова, который подсвечивает врагов, и это бывает очень полезно, учитывая темные локации и общую неразбериху во время перестрелок. Плюс зрелищность перестрелок подкрепляется эффектной разрушаемостью окружения и отличным импактом от попадания по врагам с расчлененкой. Короче, стрелять врагов в игре оказалось весело и задорно. Во-вторых, оказалось, что большая часть геймплея это вовсе-то и не перестрелки, хоть их и хватает. Большую часть игрового времени мы будем вести расследование, искать улики и пытаться восстановить события какого-либо преступления, общаясь со свидетелями и другими персонажами игры. В демке после вступления нас отправляют на довольно большую локацию, где помимо основного задания есть несколько побочных. Порадовали мини-задания а-ля выписка штрафов за парковку. Кроме того, в локации придется раскрыть даже несколько преступлений, убийство девушки легкого поведения и кражу машины. Не могу сказать, что это прям какие-то эпически интересные сайдквесты, но в целом они выполнены неплохо и персонажи, задействованные в них, яркие и запоминающиеся. Кроме того, по локации разбросаны различные секретные места с лутом и уликами, которые дадут вам дополнительный опыт. И все это происходит в густой атмосфере мрачного преступного Детройта. Насчет опыта, кстати, в игре, понятное дело, присутствует прокачка и большое количество веток для развития. В каждой ветке по мере прокачки, помимо общих улучшений, каких-то характеристик и пассивных умений, вы будете получать и активные, например, рывок или ударная волна, которые можно применять в бою. Кроме того, некоторые ветки надо качать, чтобы выполнять различные действия, а-ля взлом сейфов и тому подобное. Также в игре есть и система репутации, которую я пока не до конца понял. Но иногда вы можете принять решение либо наказать человека по закону, и таким образом вы поддерживаете закон, либо выдать ему предупреждение и отпустить, и поднять таким образом доверие народа. К сожалению, демо не показывает последствия этих решений, так что тут будем ждать полную версию. Скажу также насчет медленного перемещения персонажа, который меня так раздражало в трейлерах. Оказалось, что, во-первых, роба умеет бегать, а во-вторых, локации в игре построены таким образом, что даже медленно перемещаясь, вы довольно быстро достигаете нужных целей. Не приходится долго шататься по окрестностям и уровням. Так что тут разрабам снова удалось и канон соблюсти, и сохранить баланс геймплеем. Короче, и геймплеем, и атмосферой игра по большей части радует. А вот чем она не радует, так это своим техническим состоянием. Да, я понимаю, что я играл в демо, однако даже на моем довольно мощном ПК с RTX 4080 на борту, у меня случались фрезы, просадки и аж два вылета за три часа. Боюсь представить, что же будет происходить на компьютерах послабее. Я понимаю, это довольно типично, а что время выпускать игру в хреном техническом состоянии. Но все же я надеюсь, разработчики учтут жалобы игроков на производительность, и к релизу допилят игру до более-менее вменяемого состояния. И надеюсь, что они смогут разобраться с этой проблемой мыльной графики, ибо если ее решить, игра станет по-настоящему неплохо смотреться. Ну, разве что анимации будут все еще немного слабыми, но их уже можно будет потерпеть. Так, разработчики уже написали, что приняли к сведению проблемы с производительностью, и будут над ними работать. Вопрос, успеют ли они к релизу, который намечен уже на 2 ноября. Ну и что ж тут можно сказать про игру, подводя итог? Игра в плохом техническом состоянии и имеет некоторые проблемы с графикой, которая хоть и атмосферная, но мыльная, и местами выглядит совсем устаревшей. Однако в игре все еще отличная атмосфера и визуальный стиль, звуковое сопровождение и внезапно вполне себе неплохой геймплей. Стоит только допилить техническую составляющую, и можно смело рекомендовать ее тем, кто является фанатом первого фильма, и в целом Робокопа как героя. Таким людям, к которым я отношу и себя, игра точно доставит удовольствие, так как реально делается фанатами для фанатов. Если же вы таковым не являетесь, дождитесь релиза и рецензий других людей из интернета. Или же еще проще, попробуйте сыграть в демо-версию. Именно поиграв в нее, я все же увидел, что это действительно игра от тех самых разработчиков, подаривших нам терминат Resistance, который был отличной игрой по фильму. И я молюсь, чтобы разрабам получилось решить технические проблемы игры, и мы получили уже вторую такую игру от них. Спасибо большое всем, кто досмотрел до конца, не забывайте подписываться на телегу, чтобы не теряться, и на твич, чтобы общаться в онлайне. Больше вам хороших игр, а на сегодня это все. С вами был Мародер 120 Гигабайт, жестких всем респектов. Йоу! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова